Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Впервые в Чите прошел конкурс для мужчин-водителей «Виртуоз на дороге», посвященный Дню Защитника Отечества, в котором приняли участие четверо автолюбителей. Каждый из участников был проверен по базам данных, чтобы не было грубых правонарушений. Таким образом, у нас из числа заявленных вышло на финал 4 человека. Конкурс у нас проходил в три этапа. 22 февраля все они вышли на старт конкурса, который начался с визуального осмотра автомобиля сотрудниками ГИБДД. Проверяли наличие аптечки, огнетушителя, важен был и внешний вид автомобиля. Все участники показали себя с хорошей стороны, подготовленной. Особенно мы это оценили на фигурном вождении, то есть как они все совершали маневры быстро, отлаженно, четко. Во втором этапе сдачи ПТД именно этот уровень волновал автолюбителей больше всего. Потому что права они получили давно и боялись, что не вспомнят. Вспомнили. Сдали все, допустив минимальное количество ошибок. Третий этап – автодром. Немного испугавшись, что сдавать придется на «Жигулях», мужчины после первых пробных заездов показали свое умение заезжать на эстакаду, проходить змейку и въезжать в гараж. По итогам соревнований первое место занял Александр Павловский. У него в прекрасном состоянии был и сам автомобиль. Лучше всех он проехал и на автодроме. Но вот только с правилами у автолюбителя немного не получилось. Интересно как бы узнавать что-то новое, свои силы проверять. И просто интересно всегда участвовать в соревнованиях. Самое сложное было бы пройти вот это вспомнить все это, заново змейку, вот это все это проехать заново, как бы давно не тренировался, практики не было. Второе место у Антона Замкова. Третье – у Алексея Гацке. За волю к победе был награжден Игорь Ёменко. В 2016 году сотрудники ОГИБДД и МВД по городу Чите снова будут проводить конкурс «Виртуоз на дороге». Планируется немного поменять правила конкурса и внести новые испытания для автовладельцев. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забанфору.